Приветствую вас и по описанию, которое вы предоставили, можно сделать вывод, что у вас не получилось до конца пережить смерть своей мамы, не до конца ее выразить, не до конца ее проговорить. Сверху ничего у вас имелось долгое время высокое нервное напряжение, и именно на его фоне появились панические атаки. Значит, смерть вашей мамы требуется в том, чтобы она была проговорена. Проговорена вам. Чтобы вы отпустили ее, если этого не сделали. Чтобы вы отделили себя от того, что произошло. Чтобы вы начали жить дальше. Вы этого сделать не можете. И на самом деле, понятно почему. Вам сложно, для вас это был очень серьезный удар, тем более, что вы сказали, что она умерла в достаточно молодом возрасте. Сама абсурдность ситуации, сама ее трагичность, сама ее невозможность, невозможность для вас представить ее, повлекло за собой такие вот последствия. Можно до конца приедет у меня снять смерть вашей мамы. Можно найти себе новые цели, найти себе новые стремления, новые увлечения, новые хобби, новые там какие-то задачи и так далее. И вот думаю, что именно в этих двух направлениях вам нужно двигаться. То есть, в зависимости от того, какие у вас были отношения и почему вы до сих пор не можете передать мамочке, кем она была для вас. Может быть, у вас осталось чувство вины к ней. Может быть, она вместе с собой унесла ей что-то важное для вашей жизни. Может быть, у вас не была определенная связь, которой нет ни с кем другим из тех, с кем вы живете. Может быть, что-то еще. Факт тот, что вы не смогли восполнить то, чего у вас не стало после того, как мама ушла. И вот именно это порождает такую реакцию. Понять, что было у вас при жизни вашей мамы. Что она вам давала. И постараюсь это как-то восполнить. Необходимо для того, чтобы решить ваши проблемы. Необходимо для того, чтобы это сделать. Необходимо для того, чтобы наконец-таки принести вашу жизнь, радость, наслаждение и не изводить ваших родных своими страхами. Вот. Это общее направление решения вашей проблемы. Вам нужно понять, что вот так вот в формате вопрос-ответ, вам не помочь. Потому что, ну, вы знаете, если вам, например, сказать, что ваша мама умерла не по вашей вине, что так сложилась, и что вы ни в чем не виноваты перед ней. Вряд ли это будет иметь какой-то эффект. Потому что вы описываете свои ощущения. Вы описываете свое состояние. Это состояние. Это состояние понятное. Это состояние высокого нервного напряжения. Это состояние может быть скорбь. Может быть страх. Но, если бы от него избавиться, нужно понять, что является его первой причиной. Смерть ли самой мамы. Или то, что она с собой унесла. Может быть, какие-то изменения в вашей жизни. После ее смерти привели к такому вашему состоянию. Нужно сделать анализ. Анализ вашего быта. Анализ вашей жизни. Ваших переживаний. Ваших мыслей тогда, в тот момент. И вот после этого анализа будет ясно, что именно, какая область является наиболее проблемной для вас. Конечно же, наличие болезней ситуация, скажем так, несколько ослотняет. Но, вы понимаете, страх смерти, он достаточно философичен. То есть, он достаточно неизветен. Он достаточно неясен. И основная проблема заключается в том, что люди думают, будто смерть, это что-то страшное. Это что-то, знаете, такое ужасное, болезненное и так далее. На самом деле, смерть – это ничто. Это полное ничто. И как полное ничто, человек не может себе его представить. Мы не можем в силу своего состояния, в силу того, что человек есть жизнь, а жизнь – это всегда что-то, мы не можем представить себе, что такое смерть. Потому что это полное ничто. Но, и боль, и негатив, и страдание – все это атрибуты жизни. В полное ничто нету ничего этого. В полное ничто отсутствует страдание, отсутствует боль. Потому что это уже что-то, согласитесь. А значит мы, в принципе, не можем представить себе, что такое смерть. Но… Смерть не страшна. Страд есть только в нашем сознании. Потому что этот страх продиктован опять-таки чем-то. Но мы не можем представить себе полное ничто. И поэтому мы не можем представить себе смерть. А значит мы боимся того, чего мы не можем себе представить А значит мы по сути дела боимся призрака Потому что нельзя бояться того, чего мы не можем себе представить Важно понять одно Все то, чего мы боимся, смерти Все это Это неправда Ни один самый страшный кошмар смерти Не является истинным путем Потому что самый страшный кошмар смерти Это не сама смерть Это то, что ее предваряет А вот сама смерть Это совсем другое Можно понять, что это сама смерть Принципиально иное состояние Состояние, которое можно называть как угодно В зависимости от религии, от веры Но Это не жизнь А в нашей жизни отсутствует боль Созочарование, страдания Вообще все негативное и позитивное И этого бояться нельзя Потому что мы не можем этого представить С другой стороны Важно и нужно понять следующий аспект Что человек может умереть только один раз Вот серьезно Попробуйте об этом подумать Человек не может умирать несколько раз Человек может умирать много раз Только в своем воображении Человек может умирать только в своем сознании Но реально он умрет один раз И умрет тогда, когда придет время Так есть ли смысл бояться того, что подключится только однажды Ведь в своем сознании вы умираете очень много раз В своем сознании вы умираете едва ли не каждый день Но это же всего лишь ваше сознание Оно не приближает и не отдаляет вашу смерть Оно просто портит вашу жизнь Подумайте о том Что человек не может умереть много раз Но бояться Бояться он может Так не имеет ли тогда В этой ситуации Смысл Не бояться смерти Потому что мы умрем так и так Один раз В любом случае Не имеет ли смысл вместо этого Того, чтобы бояться того, что произойдет и так В любом случае Это все равно, что мы бояться дождя Который так или иначе Рано или поздно пойдет Так не имеет ли смысл вместо этого Пользоваться тем временем, которое у нас есть В примере про дождь Это пользоваться ясной сухой погодой для осуществления своих дел Ага, в случае со смертью Это пользоваться своей жизнью, пока она не пришла Не имеет ли смысл туда направлять свою энергию Не имеет ли смысл туда направлять свою помощь Но это того, чтобы бояться и думать о том, что произойдет и так Но тогда, когда придет время Подумайте об этом Попробуйте это все осмыслить Попробуйте еще раз понять главное Что вы пытаетесь Вы боитесь Вы пытаетесь представить Вы боитесь того, что представить В принципе нельзя И боитесь вы того, что представить Опять-таки, в принципе нельзя Вы боитесь неизвестности Да, это самый распространенный страх Мы боимся смерти, потому что мы не знаем, что там будет Но там не будет ничего В этом главный ответ Смерть – это полное ничто Человеческое сознание, мыслящее образами Не может представить в себе полное ничто Ничто, чисто теоретически, можно вывести формулами Это, ну, эти, сложные физические вычисления Но формула не отражает смысла Формула, как бы, знаете, придает значение Вот у полного ничто есть значение Значит, значение – это формула Но значение не отражает смысл Как и слово, какое-либо слово Не отражает смысл? Оно может иметь значение, но не отражает его смысл Смысл – это нечто глубинное Смысл – это символ Он либо понятен, либо нет А значение – это, скорее, больше знаковая атрибутика Вот примерно так, немножечко философски Я думаю, можно ответить на ваш вопрос То есть, в том, что касается именно Первопричины вашего состояния С этим не работать А в том, что касается страха смерти Нужно осознать то, а что здесь, собственно говоря, вас так страшит И тогда, я уверен, многие вещи станут более для вас понятны На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу, если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучше Желаю вам всего доброго и удачи Субтитры сделал DimaTorzok